Народ, всем привет! как вы поняли из названия сегодня у вас оживление мертвеца и оживление девятки кто-то скажет, какой смысл вообще снимать оживление девятки ведь это простейшая машина, в которой ничего не может сломаться я с вами полностью согласен и когда на почту приходит письмо с запросом, оживи, пожалуйста, мою девятку десятку, четырку, пятнашку или любой автоваз тех времен я сразу отказываюсь, потому что я не верю в то, что у этих машин может быть хоть одна проблема с которой не может справиться хотя бы среднестатистический сервис и если у вас такой случай значит, вы просто обращаетесь к тем мастерам но не бывает на автовазе проблем которые невозможно решить все давным-давно, тысячу раз пережевано и все проблемы давным-давно уже устранены просто внимательно ищите ты говоришь сам, что девятки вы оживлять не собираетесь и при этом у нас оживление девятки все не так просто давайте перенесемся примерно в месяца полтора назад когда на почту мы получили интересное письмо о том, что у человека не заводится хонда так, поехали итак, сегодня у нас девятка, казалось бы, да? кому вообще интересно оживление девятки наверно никому если бы не одно но это сморчок да, привет привет давай знакомиться Паша? Олег очень приятно, Паша здесь умер один цивик я это вижу один восьмой цивик одна вторая цивика ну вот это вообще конец сморчок какой-то что это такое вообще? это самодельный? из бабушкиных портков наверное и он еще смотри как установлен г герметичность да да тут все на быстросъемах а это что? масса? нет, нет, нет не масса так как поменяли проводку подкапотную так вот этот он шел на стартер у него со старой проводкой эта машина когда-нибудь заводилась ездила вообще в таком виде ну как сам мне владелец сказал то что пять лет назад этот свап был сделан пять лет назад да она ездила все прекрасно это жесть да он ее с чертанова неделю или полторы назад я такой если что я посмотрю что смогу сделать я сделаю так я открыл капот сразу понял то что подкапотную косунду это не твоя машина? нет это не моя машина сам владелец который вам писал он ну на работе я ему говорю ну приезжай тут ну если приезжают то к тебе приезжают ну твое лицо капот открывался угу ты в салон посмотри я на фотках видел там офигеть так как у цивика по сути два щитка приборов им нужно было засунуть два щитка приборов ага один воткнули в центр вот сюда смотри вот один щиток а вот второй и селектор и руль и да-да это кнопочки для борткомпьютера и блок предохранителей сюда засунули цивика я вот о это этот а что он был не защелкнут при ДТП у тебя отщелкивается и питание питание насос там вот при ДТП ногой пинаешь ее да-да-да ой блин классная тачка класс олег ты рад а где аккумулятор в багажнике а он есть вообще он подключен сейчас нет могу подключить лучше пока не надо смотри у тебя блок лежит на этом вот сейчас он на плюс вот сюда замкнет и ты его просто выкинешь я ему говорю что все через термоусадки давай посадим он такой нет давай на изоленту я такой ну давай на изоленту а здесь смотри контакт смотри какой контакт так это новая вся проводка вот стоит вот которая идет в блок это вся новая а нифига себе так я ее воткнул сюда старая проводка сзади лежит а зачем ее меняли вообще эту проводку что там на датчик ДМРВ были провода откусаны на датчик коленчатого вала тоже были откусаны а как она ездила тогда сгрызли проводку крысы как он мне сказал вот и все он привез мне я посмотрел такой вот эту проводку меняем по-хорошему еще и салонную я ему говорю давай поменяем потому что вот то что приходит на мозги вот эти вот контакты ну и это не годится а вот это что такое вот это я не знаю у меня какой класс соединения через был через да через иголочку это иголка кощея выдернешь и все троп сразу наверное да там где то еще заяц должен быть и утка ну вот уже зайца и утку вытащили из зайца утку так вот проблему то и нашли зайца не хватает так в общем мы имеем девятку которую показывает нам друг владельца которого этот друг попросил поменять проводку потому что она не заводится в общем машина перестала заводиться на момент нашего приезда у этой девятки не крутил стартер я буду говорить девятка все таки кузов девятый но главное не это главное ребят эта машина это пособие по тому как нельзя делать свап это самый самый вот положа руку на сердце здесь да положа руку на сердце это самый отвратительный свап из всех которые я когда-либо видел он сделан максимально похабно люди которые делали этот свап вообще не понимали похоже как устроен автомобиль там все через жопу так не туда ты обратился по свапу да вот куда надо было гольфа бы свапнул ништяк на 1.8 turbo Олег ну какого хрена ты старался надо было вот так сделать не шаришь ты нифига я еще молодой а вот старая проводка а это в лучшем состоянии сколько здесь соединений раз два три ну в экранчике на одном проводе да раз два три нормально четыре нормально Олег ты просто не понимаешь это другое он приехал привез две пары мозгов на одних мозгах мы попробовали завести ну ничего нету вообще на вторых мозгах импульс появился на форсунках но искры все равно нету а иммобилайзер вообще как вы так подхидываете один блок другой блок и старый блок он отшит вроде бы как от иммобилайзера он мне сказал а новый блок вот этот который он привез и я ему говорю есть ну у меня люди кто могут отшить его он такой говорит ну давай так попробуем может быть тут вообще нет иммобилайзера я говорю ну здесь он скорее всего есть а то что он вот здесь такой темненький олег глянь своим профессиональным взглядом это не знаешь что у него выгорела вот эта вот восьмиконтактная восьминогая флеш память хрен он знает может его паяли давай возьмем какую-нибудь фигню чтобы закрыть этот блок чтобы он ни с чем не контактировал крышка задняя есть от него олег я предлагаю смотри я предлагаю пока блок не трогать давай разбираться знаешь как решать вопрос по мере их поступления стартер не крутит сейчас со стартером махом разберемся я уверен и отсюда будем плясать дальше ну то есть а ты заведомо веришь что здесь все правильно подключено да вот несмотря на все вот эти вот висящие проводочки вот проводочка крышку принес от блока учти что если что-нибудь сгорит мы тут ни при чем так накидывай клемму вот родной блок хорошо а этот еще в лучшей комплектации олег будешь смотреть? буду надо Олег чем-то занять олег это будет он вообще другой найди здесь эту восьминогую микроху ну да согласен это сто пудов будет автомат а так она выпаяна вот она да а вот значит вот отсюда ее перепаивали вот сюда и это следы перегрева от фена да 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 возможно это это ей промка в которой как раз отшит иммобилайзер все держи пока этот блок вряд ли заработает да накидывай клемму я думаю начнем с этого главное здесь как можно меньше шевелиться чтобы не коротнуть ничего на массу я отойду тогда подальше в другой город а выключи поворотник слава бесит поворотник как истинного бмбиста при зажигании у него всегда правый поворотник моргает что происходит вообще это тайная машина по моему нас троллят да согласен просто сейчас у тебя получается стартер в обрыве если мы сейчас снимем разъем и напрямую этот провод звякнем ну вряд ли такой провод где-то перебит да нет он не перебит ты его отсюда туда звонил? нет не прозвонил но проводка была цельная прям ну не видно было потому что там какие-то руки кривые были ладно не будем про кривые руки еще говорить сегодня здесь Олег это он про тебя это говорит у тебя руки джопы я бы обидел зато золотые золотые руки джопы да а туда снизу подлезть вообще не вариант да? у меня есть только поддомкратить ее а как выглядит твой домкрат? не очень уверенно я уверенно смотря на тебя у тебя вряд ли что-то уверенное существует почему? не знаю тащи давай показывай так весело вообще Ильдар приехал пообниматься с мотором я обнимаюсь да с хондовским мотором кстати это так и выглядит сейчас о ну более-менее а есть стойка еще? упорная или кирпичи колесо может есть запасное смотри что у меня есть можно прозвонить провод да я его вот так уже прозвонил видишь все в порядке все хорошо ну все интересно что можно не включить на стартере почему у тебя все на него приходит а он не работает может быть массу не я закручивал массу закручивал владелец стартер массу уберет от блока двигателя и судя по вот этому жирному проводу я бы про массу особо не разговаривал блин я сейчас весь просто буду в этом слава это жесть тебе не кажется что это жесть меня удивляет только одно почему они удивлены что она не ездит почему они не рады этому шанс выжить у вас больше гораздо когда эта машина не заводится в курсе? давай найдем что-нибудь подложим чурбак какой-нибудь есть еще один домкрат можно поставить как запасной ну давай а где еще один домкрат? ну я видел в машине по-моему здесь что-то не так нет тебе не кажется? Олег, у тебя есть домкрат? вероятно мы же возьмем его, а побратце я бы не хотел на дорогах видеть такую машину ехать рядом эту машину ненавидели всей душой ненавидели владельцы на дорогах на дорогах на дорогах на дорогах на дорогах короче что-то пока здесь вообще голяк здесь вроде все подключено интересно а как едет вазовская восьмерка на 1.8 на 140 сил хондовском мотор то бодрый а эта машина легче чем хонда не знаю она я думаю сама тоже не знает еще пока короче проблема стала понятна я просто сейчас вниз залез посмотрел что на стартере все соединено нормально подверг сомнению общее соединение о свеч ДВРМ наши советские ДВРМ идеальный план для хондовского мотора я понимаю вы просто хотели когда свапнули на хонду хоть что-то оставить вазовское и оставили свечи на хонде ДВРМ когда делаешь свап мотора нужны новые свечи они приехали сказали нам нужны новые свечи для какой машины вот для вас для девятки им дали для девятки ДВРМ ну кто ДВРМ ставит елки моталки на хонду что за проблема просто масса плохая между аккумулятором и двигателем те кто ее свапал по какой-то причине ну понятной причине аккумулятор перенесли из-под капота в багажник потому что под капотом места для него не было и от аккумулятора кинули сварочные провода просто вперед через весь салон и проблема в том что они прикрутили их к кузову даже без клеммочки без ничего естественно со временем медь начала окисляться контакт пропал и стартер не открутил просто потому что у машины нет нормальной массы поэтому мы просто решили взять клещи и напрямую с аккумулятором массовый провод кинуть прямо на мотор ну да искры нет короче надо переделывать массу которая идет оттуда и соединяется вот здесь на коробку она там вся вообще в капусту что это такое вот это а это они у BD так соединили что мы будем читать ее я думаю стоило бы а какого хрена вообще на этом проводе поворотник откуда-то а у нее моргает аварийка а зачем аварийку на ОБД разъем подключали скажите пожалуйста зачем аварийку подключать на ОБД разъем чтобы получше работала связь я не подключал включаешь сразу опа аварийный режим Олег давай что лаунч у тебя зассал свой лаунч тыкать я тоже боюсь встыкать в этот разъем свой лаунч как думаешь свяжется или нет Олег? нет конечно Слава как думаешь свяжется или нет? нет связи еще раз попробую еще раз давай попробую нет связи нет связи вообще ни в какую тут два разъема ОБД один здесь второй под рулем я же говорил что в салоне должен быть так стоять Олег забей хрен на этот разъем где он там? смотри Слава иди посмотри как тут провода идут на педаль газа просто посмотри на это вот смотри у тебя провода проходит над педалью сцепления вот и ты их с педалью сцепления постоянно такой шик-шик-шик-шик елозишь по этим проводам потом они проходят над рулевым валом и ты руль крутишь так шик-шик-шик провода Слава хочешь так же себе педаль газа и вот в конце они подключаются к собой педали газа вот классно да? вот надо было тебя на гольфе так же проводить блин я бы на такой машине не ездил на ней сгореть проще чем куда-то доехать где этот чертов убеди разъем да нашел нифига себе вижу елки-модалки так Олег давай лаунч о он даже запитан этот убедишко слушай прям даже интересно может быть что-то и получится через другой убеди разъем вы просто подключались не через тот убеди разъем сейчас узнаем выбор системы PJMFI дизель не, ни хрена то же самое это новые мозги а читалась она на старых мозгах сегодня слишком много слова мозги я скоро нервничать начну мозги это то что тебе в жизни помогает а здесь это блок управления двигателем о, поворотник один только начал теперь моргать только правый вот да, вот так было изначально вот на старой косе а левый не моргает да и включал и тоже не моргал что делаешь? то есть поворотниками поморгать ни хрена не выходит не выходит потому что тут мне кажется какая-то есть проблема но один моргает как будто он постоянно замкнут а, кстати, да патрулевые переключатели это хондовские ну значит скорее всего все развязано на хондовской системе а не на вазовской то есть это хонда сейчас моргает правым поворотником хорошо, а там а, там не видно, да? нет, тут еще саморезы закручены вот так поэтому не понятно, что здесь вообще прямо в переключатель да, да, да саморез под выкрутить и перестанет ну окей как это нам влияет? да особо никак на самом деле ну к этому мне кажется можно будет вернуться но это может быть связано может быть где-то какой-то, знаешь, масса или разъем или что-то еще вот-вот-вот-вот-вот я поэтому думаю, что может нам это не останавливать авианосица поискать пуговицу ну в смысле починить поворотники глядишь там по пути что и найдем можно тогда нужно отвертку нужно раскрутить отсюда начать наверное блин блок двигателя может вообще дохлым быть просто может быть дохлым или на нем не быть питалого или питалого может быть мы питание на блоке двигателя посмотрим выше опа, нет смотри, все перестало моргать ну-ка вообще все перестало так это я саморез выкрутил так это был саморез это по итогу был саморез погоди секунду вот он да, погоди секунду коротко о ремонте так, погоди слушай, то есть погоди смотри ага ага смотри вот тебе поворотники поворотники надо включить такой подожди а нижний саморез отвечает за левый поворотник наверное охренеть охренеть вот это качество ремонта Слава, как тебе? хочешь такую проводку на гольфе? я еще в шоке я думал, что даже по приколу так невозможно сделать плохо блин, Олег, реально ты пошутил я даже в голове такое не держал я не думал, что можно так сделать, что это будет даже после того, как пошутил понимаешь это была откровенная шутка то есть я не думал, что это будет действительно так точно я не допускал этого вообще никак можно, короче, попробовать все-таки тот блок подкинуть посмотри внимательно на этот на PCM там саморезов нет? лишних теперь я думаю, что здесь везде надо искать саморезы лишние блин ну что-то во флешку лишний саморез закрутили и все хана а почему у него регион Дагестан? с Дагестана в таком виде приехал? то есть это свап дагестанский? да офигеть окей ладно а где тот второй блок? я предлагаю пока без флешки просто его подкинуть и потом попробуем подкинуть выходит ли он да да потом перепаять на него флеш а это не будет работать Эльдар почему? это точно не будет работать смотри здесь саморез саморез был ну его рвануло и он сделал вот так а теперь внимание вопрос что надо было сделать чтобы сначала этот рванул а потом вот этот тоже тоже это же микросхема греется да изи вообще тоже ей же плохо да получается одно и то же сглезы где-то скорее всего просто вопрос если завтра приедет третий блок я бы отключил вот эти но я бы не говорил что это рванул здесь скорее он куда-то упал наверное на острове хотя у тебя и я бы не дальше поэтому крестао рванул просто кусок пластика выдрало я понял обычно такое бывает когда по электрике внутри там очень большой ток идет там происходит пыщ синий дым под давлением разрывает пластик вырывает кусочек синий дым обязательно синий тебе не нравится дым черт с ним он убивает слова круглым голова хотя нет а это не просто это не просто это какой-то драйвер вот у тебя протс это какой-то драйвер чего-то получается давай тогда подключим этот блок и посмотрим может он ответит может он не сможет просто ничем управлять давай нет нет а жаль такая хорошая теория была но это мы здесь можем еще на тот разъем подключиться ладно это нам не интересно этот блок так же молчит а он все так же молчит я говорю ну значит этот блок дохленький вообще но опять же он без флешка он без да 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 видишь может быть мы ее перепаяем все-таки давай у нас сейчас все равно мы сейчас зависим от нового блока поэтому ну дальнейшие давай давай попробуем давай мы шканем и все я даже сейчас соединяться единственное что я дамп не могу снять блин вот это бы хотелось бы сделать типа на всякий случай да 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 а нужен он тебе ну приедет другой блок из него просто вышьем иммобилайзер и все вырежем ну если сумеем даже если не мы то это сделать кто-нибудь прикол в чем мы не надеемся что этот блок оживет понятное дело в нем будет пробита эта микруха но мы надеемся что этот блок с EEPромкой сможет хотя бы ответить нам важно понять насколько глубоко копать то есть чтобы не тратить время на дерьмовую ненужную работу по проверке всех необходимых проводов это займет часы просто времени гораздо проще найти минимально рабочую схему и от нее уже плясать и для нас минимальная рабочая схема это если этот блок с вот этой EEPромкой просто ответит и нам больше ничего уже не нужно тогда мы ждем новый по-любому покупать давай он проезжает я короче кидаю ему под колеса прям блок что крепче блок honda или китаец а, или вольво смотри, все застал, застал да я уж понял я тебя сразу не узнал, братан здорово Олег, Туарег всегда готов пожертвовать всем для тебя причем смотри здесь специально сделано то есть ты можешь положить вот так вот сюда чтобы тебе светло было и паять здесь но солнце тебя при этом не ослепляет видишь как все продумано просто гениально там поставки для паяльника нет а здесь есть поэтому я вот что блин ну мы можем сейчас вырезать кусок телевизора и воткнуть туда нет? не, не надо ну прикольная девятка на хондовском моторе ты хоть раз вот мне интересно было прокатиться на ней конечно можно? на секунду прости пожалуйста Олег, я не хотел не, ну в любом случае интереснее чем обычный 16 даже сто процентов сто процентов в тековый хондовский мотор это что? это тут блин тут 140 полных сил и крути до 7000 называется она должна блин ну Фаб не расстраивайся твой гольф ее дернет смотри косяком потянулись аккумуляторщики чего? на юг на юг зима скоро Олег если люди с аккумуляторами потянулись в сторону дома значит зима скоро это первый признак холодов так ладно сорян здесь конечно блин внешний вид у этого да ладно он все равно дохлый этот блок мне стыдно за такую пайку ну что подкидываем? да да итак ключевой момент ключевой потому что в нем участвует ключ зажигания я сейчас сразу скажу Олег получилось или нет что? а я так понимаю на чек-энжен? да ничего не изменилось ну видишь все плохо значит шансов что что-то увидишь ты сейчас ноль зачем Олег ты перепаял EEPROM в блок в котором один драйвер просто выгорел в чертовой бабушке ты попросил? нет слава просил а ты что там делаешь Олег? а я там смотрю напряжение на вообще всех этих внутряночках хоть есть там хоть где-нибудь 5 вольт какие-нибудь ого нифига себе да ладно что такое? ничего не произошло итак Павел Пашок Паштет как тебя звать? Павел в общем на сегодня мы заканчиваем все что здесь было в багажник этой машины оно нам может потенциально пригодиться аккумулятор строго снять и машину отправить в сервис в багажник ладно поехали короче итак все сегодня второй день оживляем ее как она поменялась преобразилась да 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 есть смысл вообще вставать сегодня вот с этого места? слава есть смысл вставать всегда итак сегодня у нас есть два блока управления он привез блин вот что такое нахрен никому не нужна запчасть вот что такое надежная машина и без проблем honda civic блоки управления не умирают никогда поэтому на бэушке на вторичке они стоят по тысяче рублей тысяча рублей в современном мире стоит блок хлеба да и вот блок управления двигателем на honda я понимаю как она на c70 volvo старую так дешево стоит потому что нафиг никому не нужна они все сгнили давно и сдохли а когда этот блок на honda civic который сейчас еще актуально стоит так дешево это удивительно он говорит их балом только вопрос где ты мажор татарские булки по тысячу рублей каждый раз покупаешь в азбуке в косы слава расстраивается вообще всю дорогу когда мы вчера ехали слава всю дорогу ныл говорит нахрен я сюда приехал мне делать нефиг бла 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 поэтому сегодня надо славе дать работу я предлагаю дать ему самую крутую работу которая только есть вот эта фигня твоя правильно итак слава сегодня у тебя будет очень сложная задача тебе нужно будет взять пресс вот этот вот опрессовщик и обжать массовую клемму на этой девятке она внизу находится справишься? ура слава красава вот давай с Олегом пока машину починим да? без ваших там подсказок я бы сделал лучше да что за говно блин мою сварку обосрали вставили в видос и то вставили картинку где потекшая краска блин не могли нормальную финишную короче Леша тебя все время троллит слава вообще еще раз я бы на Лешу обиделся я обиделся вставили а вставили что вставили вставили а а и Воднюху меня дотолкал, прикинь? Кто? Воднюху? Олег! И вот досюда Воднюху Ни хрена ты Геркулес Я офигел Кто из вас в качалку ходит? Раньше Слава ходил Просто на язычах такой Да, блин, Олег просто офигительно легко катается Вообще легко, прям Вот посмотри, как здесь сделана масса И скажи, пожалуйста, вообще возможно с такой массой жить или нет? Так, Слава Ты задачу понял? Да Она очень не сложная Пока Слава там занимается ерундой Мы позанимаемся ерундой здесь Давай, Олег, какой из этих блоков пойдет сегодня в разнос? Я бы вот этот сделал Вот этот? Чем он тебе больше не нравится? У него табличка зеленая Принято Так, все, блок выбран Олег, давай уже по-быстрому оживим эту девятку И все на сегодня Что у нас тут, блин? И пойдем оживлять Туарега Туарега, зачем оживлять? Он себя нормально чувствует Не, Олег, больше то, что о шутке в сторону Туарега ты прибери, пожалуйста Да? Да Почему это? Ну, это знаешь как Это все равно, что смеяться над Убогими Это, ну, понимаешь, это как смеяться над Убогими Да нет, блин Фига ты тут, Слава Слава, как будто, блин, что-то знает Здесь есть, да? Есть Да Я предлагаю теперь ничего не перепаивать, а сначала воткнуть Давай А нахрен мы его вообще разбирали тогда? Предполагаю, что здесь уже и мов, да? Ой Ой, да ладно Ой, да ладно Check engine зажегся, нет? Зажегся, вот этот вот замечательный символ Ммм Это говорит о том, что блог говорит Какого хрена у меня проблемы с иммобилайзером? Но Нам не важно, что он говорит Главное, что он говорит Фа, ну иди Он не смог Зажечь чек, я так понимаю Потому что чека там, наверное, давным-давно отродясь нету Но, опять, он до этого не говорил, потому что Им это у него был отшит, скорее всего Да, но до этого блог вообще ни хрена не делал И сейчас тоже не факт, мне кажется Не факт, но Шансы резко увеличились только что О-хо-хо-хо Он определился сразу, смотри Я просто нажал этот, и он уже ВИН-код даже нашел машину Крутота же Я ничего больше не делаю Я просто подключился и больше ничего Ну давай, крутанин тогда уже Олег, мы сейчас, Слав, мы сейчас просто берем EEPROM Посмотри Перекидываем Перекидываем EEPROM и заводим машину с полоборота, как с добрым утром И все, и больше никаких проблем Крутанин все-таки Так, крутануть, Слава Давай Civic 5D 2006 года Ребят Кручу Давай Нет Что? Окей, это не важно Олег, ты знаешь, что делать По-моему, оживление уже закончено Все Блин, вот сейчас самое интересное Мы сейчас здесь находимся и не знаем А те, кто смотрит это видео Они могут Просто вниз мышку отвести и по ползунку понять Конец это или не конец А мы сейчас не можем В общем, сейчас дело за малым Осталось самое легкое Сейчас просто Олег перепаивает EEPROM Со старого блока С отшитым EMMO В этот блок Аккуратненько И все И все Я так рад Все, делов-то, блин Опять самое легкое в мире оживление Просто в тупую поменяли блок управления Слава, вот ты-то что? Кататься поедем? Ты такой довольный Да все, это все Сто процентов, смотри А, кстати, я могу сейчас теперь поднять ее Yeah, freedom is my life And you know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life Ужас Почему я не попадаю в ноты? Ильдар, с твоей популярностью И аудиторией Эти ноты не попадают в тебя Ужас Почему ужас-то? Ужас Не так ужасно И главный прикол-то сейчас в чем? Ну, сейчас заведется она А дальше что? Ну, что? Очередной раз Олег Олег А, блин, слушай Я же ее перепаял А считать забыл На всякий пожарный Ну, ладно Кручу Нету Нет искры? Нет Бэм, может у него эта катушка не работает? Давай все катушки попробуем подкинуть Может быть, ну эта, кстати, штука слегка тепленькая Возьми вторую катушку, Слав Я делаю общий скан В блоке двигателя В блоке двигателя 10 ошибок Результат уже получили хороший У нас блок выходит на связь Уже все в порядке, все общается Но теперь надо просто отшить иммобилайзер от него Или привести иммобилайзер Блок с иммобилайзером Который дружит Какая это легкая задача, когда у тебя есть Олег Но что-то пошло не так Так Смотри Мы же вчера перекидывали флешечку Наверное, так И вот теперь берем эту плату и эту плату И сравниваем Вот эти две микрохи точно перепаивались Вот эти две И, видимо, их перепаивали И вот эту тоже перепаивали Вот эту мне, по-моему, вообще кажется ни при чем Вот это точно флешка Вот это под вопросом, но мне кажется, что это не флешка Зато вот здесь Микросхемы 3 И вот эта флешка И вот эта флешка Они одинаковый портнамбер имеют И вот эти две флешки, они и должны были перепаивать Зачем они перепаивали вот это и вот это, я не знаю И остается вопрос, где вторая вот такая Одну они перепаяли, а вторую нет Так что у нас проблемки Спасибо большое Ты завещание писать собрался? Олег, ну погоди, пожалуйста, рано еще Ну погоди Ну погоди Чем тебе помочь, Олег? Вот Оживление уже, короче, раньше были оживления, раньше было лучше Раньше были прикольные, классные оживления Мы со Славой по локоть в грязи Ковыряемся, веселые, счастливые А сейчас оживление Интересно, какую микросхему перепаяет Олег? Верхнюю или нижнюю? Левую или правую? В чем прикол? Вообще не интересно стало Ну серьезно, вот мы сейчас, блин, вот что я делаю? А, то есть теперь кроме Славы еще и ты начал страдать, да? Да, Олег, ты вообще всех просто, ты канал отжимаешь, да? Я нет Надо тебе запустить канал Какой? Деламур канал? Нет, Ютуб канал Короче, все, официально заявляю В скором времени мы запустим Олегу канал И это будет самый, самый, внимание, унылый канал на Ютубе Мне не интересно Потому что Олег будет всегда такой Вот, значит, я беру вот здесь Нет, это, погоди, это Славин голос Олег будет говорить так Ну, я беру вот этот вот припой Беру вот этот вот резистор Впаиваю сюда резистор И мы получаем вот такой вот результат Нафиг никому не нужна информация, Олег Поэтому зачем такой канал? Чтобы люди страдали Чтобы люди страдали Чтобы они часами смотрели То есть ты хочешь, чтобы не ты один, да? Да, чтобы все страдали Раньше у нас страдал только Слава Теперь страдают все Олег, безусловно, топ Как специалист, просто супергений И причем Я видел немало комментов такого плана Люди пишут Я вот как инженер-электронщик Там с 30-летним стажем Говорю тебе так Ты даже не представляешь Какого уровня Олег Ребят, я точно представляю Да Даже я не представляю Даже ты не представляешь Я представляю Олег Недостижим в топ-уровне Олег Это как раз Это следующая Ступень эволюции человека То есть сначала были Обезьяны Потом Неандерталь Артипетикантропы Потом человек Homo sapiens А потом Олег Все, Олег Это следующая ступень Конечная Не, ну не конечная Мне вот интересно На хрена ты это делаешь? Зачем ты его постоянно хвалишь? Потому что Потому что когда Человека хвалишь Его всегда переоценивают И когда он обсирается Потом им очень обидно А Вот тут-то ты затроллишь Я затроллю до смерти Олег Вот Не дай бог Ты сделаешь хоть один Вообще Хоть одну Микро нано ошибку Я троллить тебя буду До смерти Просто Потому что мне делать нечего Слава Пошли Пошли, что ты сидишь Вставай Пришло наше время Пора нам уезжать Давай Собираем манатки Инструменты можешь не собирать Олег, я думаю, даже им найдет применение Все, сервис Пока Ты нам был дорог И направо Справа где? Это здесь Куда мы, блин, денемся? Ё-моё Кто? Кто вообще? Кто сказал? Да ты что, блин? Тут скорее УАЗИК сгниет Чем я отсюда уйду Блин Это плохой пример УАЗИК сгниет В любом случае Олег Рейтинг Топ 3 самых дерьмовых Автомобильных марки По твоему мнению Без пояснения Давай Я не знаю Наверное ВАЗ АвтоВАЗ Так Номер 1 АвтоВАЗ Твой рейтинг ТОП 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 Китайцы ПСА 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 И ЗАЗ Китайцы ПСА и ЗАЗ Да Нормально Почему нет Мои Три Самых отвратительных бренда Кроме BMW Ты сейчас BMW скажешь Нет Блин Абсолютно не обсуждается В рейтинге Самых худших автомобилей За всю историю человечества По моему мнению Должен быть ГАЗ ГАЗ Это собачье Дерьмо Весь Вообще Весь Горьковский автозавод Не сделал ни одной хорошей машины За всю свою историю Второе Это вот ПСА 100% Туда же Вот прям гарантирован ВАЗа, кстати, не будет В моем рейтинге ВАЗ Хороший бренд, на мой взгляд За свои деньги Вполне неплохие машины И третий Блин Здесь прям большой выбор Но Ладно Практически весь GM General Motors Почти весь GM Кроме парочки моделей Кадиллаков Весь General Motors Шляпа полнейшая Вот это вот Мой рейтинг ТОП 3 самых худших бренда Но опять GM Под самые худшие бренды Тяжело подсовывать Понятное дело Что есть Кто похуже Мы с тобой вдвоем Делаем работу В которой справится любой один Просто потому что Мне тоже как и тебе Слава Делать не хрена В принципе любой человек Я бы сказал Олег, а ты что сюда пришел? Здесь мы со Славой решаем Ты блин Даже здесь отобрать у нас все хочешь? А я там все уже отобрал Блин, он Он даже здесь нас с тобой Выжимает Я просто смотрю Выжимает Слава Нет Во Вот это соединение Смотри Насмерть Я считаю вероятность Я считаю вероятность Что заработать 100% Сколько? 100% 99 ты сказал? Я сказал 100% Ну шо? Ключевой момент Олег, я тебе за 3 секунды Я просто включаю зажигание Если моргает зеленая лампочка Возвращаю тебе блок Хорошо? Хорошо Хорошо И ты дальше расстраиваешься? Я не верю Что-то Что-то В действиях Олега не было уверенности Моргает Все Я поехал Хе-хе-хе Слава, посмотри на искру Смотрю Нету Олег, что с тобой? Ты даже мэрразер будешь удалить Вот мы тебя нахваливаем А ты А я не знаю, зачем вы меня нахваливаете Ну как ты вот можешь взять и не сделать до сих пор Какая делов-то, елки-маталки Просто перекинь ей промку Ну перекинь, пожалуйста Я ее просто перекинул Ведь мне просто надо было перекидывать Это тоже было бы интересно Олег натворил что-то не то написано Ошибка П-001 Олег, ну почини, пожалуйста, машину Ну пожалуйста, я тебя очень прошу Что за хрень? Слава хочет жрать Как вы понимаете Несколько часов ковыряния не дало результата Каждый раз, когда мы перепаивали Какую-то микросхему Думая, что это еепром Иммобилайзер все так же моргал лампочкой И машина все так же не хотела заводиться Тогда вдруг в голову мне приходит такая мысль Когда я сидел и ковырялся лаунчем в этой девятке Я заметил, что у лаунча есть опция Оказывается, на этих старых хондах Лаунч умеет привязывать как блок иммобилайзера к блоку двигателя Так и ключи прописывать в иммобилайзер Короче, практически все процедуры с иммобилайзером Может делать лаунч А это значит, что нам в принципе Даже в теории не обязательно заниматься еепромкой Потому что мы можем просто привязать Любой иммобилайзер к любому блоку Сейчас попробуем Имм офф Офигеть Иммобилайзер инфо Ключи, заменить блок иммобилайзер Реплейс ECM PCM Регистрация передатчика доступа без ключа Заменить МИКУ Он все рассказывает Очень круто Очень круто Очень круто Олег У меня есть информация Судя по тому, что я сейчас увидел Лаунч В состоянии и прописать Иммобилайзер И прописать ключи И все, что угодно Нужен иммобилайзер Нужен блок иммобилайзера Можно позвонить владельцу Сказать, чтобы он его привез Он у меня пишет вообще все функции Я посмотрел в блоке PCM прописано два ключа Сейчас вот второй ключ Он мне прям показывает То есть он эту инфу берет из блока Подожди, подожди Да, да, да В блоке прописано два ключа И он опознал один из них Да, да Но и блока иммобилайзера нет при этом И все, что ему нужно, это блок иммобилайзера? Да И я даже могу связать его с блок иммобилайзера Блин, может у нас здесь в бардачке не сваляется в старый блок иммобилайзера, нет? Ну я здесь не видел никаких блоков Хотя я особо и не смотрел Я тоже не смотрел Сепельница какая-то вазовская Пивные банки пустые Короче, можно позвонить владельцу, сказать, чтобы он привез блок иммобилайзер Либо лучше вообще блок двигателя с иммобилайзером Если он за косарь там все типа продает Почему он не привез сегодня? Вот она наша катушка Кстати, а не является ли она блоком иммобилайзера в принципе? Сама по себе? Да, у меня на камре так Посмотри, да, вот он Видишь? Это, возможно, блок Скорее всего и есть блок иммобилайзера Да, 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 я тебе про это и говорю Ну Открывай его Скорее И у меня на камре вот так было То есть у меня на камре вот так же стоит катушка И это блок иммобилайзера Я еще искал друг друга Возможно, это она и есть Почему он не отвечает? 24C04 Это точно блок иммобилайзера И это точно его флешка Супер, только почему он у нас не отвечает? Прикольно Все это время Все это время иммобилайзер был И никакого иммобилайзера здесь, похоже, никогда не делалось А его, возможно, как ты говоришь Обнулили ему EEPROM Прописали все F-ки Ну, тогда у них возможно, что оно работало В каком-нибудь там усеченном варианте После нескольких попыток стало понятно, что К иммобилайзеру то В этой девятке Мы подключиться и не можем То есть лаунч его по какой-то причине не видит После установки блока Блок отвечает BCM, как вы помните, у нас отвечает А вот имма молчит в тупую Поэтому, прежде чем лезть к нему Мы решаем проверить его проводку То есть блок иммобилайзера Весь развязан И все Все у него есть, чтобы жить Только нет желания жить Без EEPROM-ки сейчас воткнем ИМО-шку Без EEPROM-ки? А зачем? Посмотрим, будет ли связь Давай Но я тебе скажу, что Надо, знаешь, что Надо, чтобы он просто привез блок с иммобилайзером И все у нас заработает По-хорошему, то да Тогда, если бы он его привез, давно бы она уехала Она бы уже уехала Согласен По сути, если бы блок иммобилайзера был жив Скорее всего, машина бы уже заводилась Потому что, когда мы перепаяли EEPROM-ку У нее нет ни одного Ни одной причины Запрещать 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 Они думали, что у них сдох блок двигателя А, возможно, у них не сдох блок двигателя А сдох блок иммобилайзера Изначально А дальше, уже после их Систопляски Сдох блок двигателя тоже Иммобилайзер ответил Почему? Вот мне тоже интересно Система иммобилайзера ненормальна Код проверки системы Е4 Начальная регистрация блока иммобилайзера не завершена Ну, заверши ее Возможная неисправность Блока иммобилайзера не был зарегистрирован Попробуйте зарегистрировать блок С помощью Заменить блок иммобилайзера Ну, замени его Заменить блок иммобилайзера Ну, что? У нас есть результат Ну, наполовину Ну, наполовину Слава Я устал Хочу любви Я устал больше, чем вы Я просто не знаю, у нас может в ключе не быть айдишника, Олег Поэтому он не может его прописать И процедуру закончить Айдишник у нас есть Айдишника в ключе может не быть Чипа может не быть в ключе А вообще Да И это стало Результатом второго дня ковыряния с этой Хондой Девяткой Хондой Девяткой Короче, итак, сегодня третий день оживления Оживление унылое и печальное, поэтому Слава свалил Мы его сразу потеряли Он еще на второй день вечером сказал Я нахрен больше не приеду на оживление Сраны Девятки Поэтому мы здесь одни Офигеть вы даете И этот человек что-то гнал вчера на Славу Что, тоже на пол колеса заехал? Да Ну и ладно На самом деле проблема была найдена давным-давно Ее решение очень легкое есть Но Мы не ищем легких путей И чисто потому что хочется Олегу поразвлекаться Мы сейчас сегодня здесь Можно было сказать владельцу Дружище, просто купи блок вместе с иммобилайзером и ключами Но это слишком просто Это не наш вариант Нам надо Вот Выложиться по максимуму Пострадать Прям вот как можно больше времени И попытаться оживить все это Хотя шансов на оживление Очень мало Но они есть Сегодня в любом случае последний день Олег Даже если Ничего не происходит Короче, я больше не хочу заниматься этой машиной Ну потому что Мы тратим время Там столько мертвецов На почте А мы тратим время на машину Которая в принципе мертвецом не является Точнее мертвецом является с самого начала И не оживет никогда На самом деле я уже давно все предусмотрел Поэтому сейчас через полтора часа примерно приедет Леша И у Леши есть Ключ Подходящий к этой машине Удивительно И мы попытаемся прописать его Ммм Хотел бы обратить твое внимание На то, что ты там нашел алет Да Вот этот вот кондер Мне кажется ему не очень хорошо Да нет, нормально все с ним Он просто Просто его порубило чем-то Слушай, а он еще непосредственное отношение может иметь Даже к катушке Угу Олег Вон там он лежат в блоке И там миллион таких А ты можешь Микроскопом увидеть сколько на нем По соседнему хотя бы На нем ничего не написано Но я бы хотел микроскопом поглядеть Во-первых Давай покажем на камеру Короче Олег Да 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 Олег блин Ёлки-моталки Что? Я говорю сейчас приедет Леша Возьмем его иммобилайзер Олег такой Да я пока посмотрю в этот иммобилайзер Может что обнаружил И обнаружил Это не та сторона О-о-о-о Если бы у меня такой кондер был Это была бы жопа конечно Как ее распотрошило Подустал Слушай, а почему этот иммобилайзер не работает? Может быть из-за этого? Слушай, ну это может быть причиной кстати Причем очень явной даже Олег так рвался давно разобрать этот блок И посмотреть есть ли там проблемы Что мне кажется теперь подозрительным это Может быть он заранее знал? Может он нагуглил где-то Что у них эти кондеры вымирают По сути если сам блок отвечает При помощи твоей вот этой фигни Мы посмотрели Он пытается считать ключ Ну и все Значит скорее всего Сейчас этот кондер перепаяем И он оживет Очень интересное оживление Двенадцатая лапка Это C-Ext Он 100 нанофарад Который есть практически везде Во вселенной Даже на Луне Его мы обязательно где-нибудь да найдем Естественно все это ковыряние Олега с этим конденсатором В блоке иммобилайзера Лично мне не доставляет никакого удовольствия Я не вижу в этом смысла Потому что У нас блин через 10-15 минут Должен приехать Леша И эта проблема вообще не будет стоять Мы просто возьмем его иммобилайзера И поставим в эту машину Но Олег по какой-то причине Упорно пытался его отремонтировать И слава богу Раньше Чем Олег смог доделать этот блок иммобилайзера Наконец-то приехал Леша Неужели 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 Олег пока Все ты нам больше не нужен Леша пошли Кое-что надо в твоей машине посмотреть Да Попрощайся с ней Пока Блин Нет, все нормально Не паникуй Леша Не паникуй Посмотреть или что-то Только посмотреть надо пока Пока просто посмотреть Так, где мой инструмент Давно хотел на твоей Хонде посмотреть на то, как выглядит Кое-какой блок Блок? Да Так Ну что, Хонда Была ты хорошей Надежной Беспроблемной машиной И такой же останешься Возможно Эх Иммобилайзер Если бы это была моя машина Я бы не согласился А я точно домой и еду? Не факт Гарантии нет, Леша Ты знал на что шел Я тебе сразу сказал Еще по телефону Когда сказал Леша, срочно приезжай Нужна твоя помощь Приезжай ролик настраивать, ты сказал Я приехал с ноутбуком Камеру привез вам Я потом тихо так сказал Мы будем Нам нужно кое-что снять с твоей Хонды Ты просто не расслышал Это твои проблемы Я даже сейчас не расслышал Но я сказал Очень маленький шанс Леша Что после этого Она Заведется и поедет Я не верю Я тоже не верил Короче, прикол в чем Объясню Мы сейчас Твой Твой Иммобилайзер Который прожил на этой Хонде Успешно Целых Сколько? 16 лет Мы сейчас Его отсюда Заберем И переставим В другую машину А потом вернем Не факт Все закрутим на место И я поеду домой Ну да Это вы будете делать просто не со мной Леша Ты даже не знаешь, что сейчас будет происходить Да ладно Если что там Я видел Олега в сервисе Он мне поможет, надеюсь Здесь даже Олег не поможет Олег Я решил все вопросы Классно Ты можешь ничего больше не делать Я съездил и купил подходящий блок иммобилайзера Класс Ильдар А Ильдар Да, что? Я бы дампик бы сохранил на всякий пожарный, если полезешь в тот А я уже его подключил? Ну Думаешь, стоит сохранить дамп? Ну перед тем, как прописывать ключи, я думаю имеется мысль А я не хочу их прописывать, я хочу с этими ключами, у меня же Лешин ключ есть А, нет, так можно, да, ну попробуй Все, Олег сказал можно, я больше не беспокоюсь Олег не знает Знает он Ильдар А? Пока мы будем считывать с Лешиного ключика дамп, ты можешь в эту штуку прописать ключ любой, какой хочешь Ну ладно Например, тот же самый, который ты делал Ты хочешь спасти Лешу? Ну мне его жалко Ладно, давай, так уж и быть, я дам тебе возможность считать дамп с его блока до того, как этот блок пойдет В разнос До того, как этот блок обратно в машину ко мне встанет просто А ты по емкости конденсатор нужный подобрал, Олег? Да, да, по емкости все то, что должно быть Хорошо Введите вин И вот сейчас наступает самый ключевой момент После которого раньше ничего не получалось Вот сейчас Выключить Сейчас включаю зажигание Сейчас ключевой момент Будет написано иммобилайзер Если написано будет нет То значит Ну твой блок пойдет в разнос Если будет написано да Значит твой блок не пойдет в разнос Так что Леша молись Давай я за него отвечу Нет, нельзя Нет, не удалось То же самое Выключить Леша, ты слышал, что Олег предлагает? Он предлагает взять Один из важных компонентов Из старого блока И перепаять в твой блок Точнее твой блок и есть старый Да нафиг эта девятка кому нужна? Никому не нужна Но твоя Хонда тоже никому не нужна Поэтому Из двух ненужных машин надо сделать Чтобы хоть одна из них ездила Так она ездит? Нет, не ездит Она стоит Иди посмотри В двух словах Олег сейчас Перепаивает ЕИПРОМ Берет ЕИПРОМ С та старого блока С девятки Зашивает в него Старый дамп Который у него был сохраненный И запаивает его в новый иммобилайзер Леши Помимо прочего Я все-таки рекомендую Промерить кондер на Лешиной платье По емкости Для этого придется все распаивать И снимать его На той стороне Да и хрен с ним В принципе не жалко Жалко? Ты самое главное Не понимаешь, Леша Одной простой вещи Результат не гарантирован То есть, что ты уедешь На этой машине не факт Итак, Олег перепаял ЕИПРОМКУ С старого блока иммобилайзера С этой девятки На Лешин блока иммобилайзера Поэтому, Леша, сейчас Если его поставить в твою машину Она не заведется Да, и загнал туда дамп Который изначально был Собственно вот В этой машине В котором прописан тот самый ключ Который у нас есть В котором прописан ключ Да, да, да И сейчас, по сути Мы уверены, что Вся электроника Этого блока Исправна Потому что Она вся Принадлежит Лешиному блоку И Вопрос только в ЕИПРОМЕ Но в нем мы не сомневаемся Потому что он Нормально читается Нормально шьется Да То есть, по сути Сейчас Эта сборка Должна здесь Полететь В любом случае Ну, возможно Ее придется Перепришить к PCM Потому что Это придется, я думаю Да Итак Ключ пропал Все Ключ не моргает Не моргает Сразу Счастье-то какое У нас ключ не моргает Впервые А попробуй покрутить Я посмотрю А нет, нет Нет Я сначала выключу Вытащу разъем С блока иммобилайзера На всякий случай Включу И увижу, что он начнет моргать Иммобилайзер? Да Видишь, он моргает Все Теперь опять втыкаю В блок иммобилайзера Включаю зажигание И ключ погас Охренеть Я свою конду Охренеть Леша, прости, но Не прощу Я не буду жертвовать своей машиной Так, надо искру смотреть, Олег Я смотрю Но она сейчас будет Тут даже к бабке не ходи Я специально сейчас скажу Вот все, оживление закончено Чтобы еще потом неделю возиться с машиной Да, есть Есть искра? Есть Ну вот и все Бинго Но одно скажу, Олег Я вижу в твоих глазах Дикое желание Потратить еще месяц И восстановить полностью проводку На этой машине Я говорю нет Нет, спасибо, Олег Даже Даже не уговаривай Я очень скромный человек Мои желания ограничиваются только Платой иммобилайзера Блин, я же изначально говорил, что так и будет Да, да, да Мы его видим Прости, Хонда Прости, что мы издеваемся Так над тобой Точнее, мы Не издеваемся Издевались те, кто все это сделал Мы всего лишь пытаемся Продлить твою агонию Ну ладно Ну что, товарищи Давай Пробуем От винта Тормоз нару На всякий случай И знаешь что? Горит зарядка аккумулятора Олег Это и стало причиной Скорее всего Выхода из строя Изначального автомобиля Можно мультиметр взять Хотя бы замерить Сейчас мы массы восстановили Сейчас Аккумулятор балластит Но скорее всего Проблема была Почему по-прежнему не горит? Или там Гена уже сдох? Возможно уже все 14,4 практически ровно Вот 14,4 Чем-то горелым начинает пахнуть Да Может быть у него антифриза нет? И вот смотри сюда 13,9 Коротко о проводах в данном автомобиле Значит оттуда заряжаете сюда Делаем вывод, да? Нет Это значит Что у тебя где-то потеряется больше пол вольта Та-да-да-дам Блин Значит иммобилайзеру Хана Да Значит иммобилайзеру Хана Это просто Как вот Насколько надежная машина Хонда Которая Жрет чистую грязь Этот фильтр Вообще он ничего не фильтрует Смотри, он прозрачный Да И он был вот так просто Вот так Оставлен Я тебе говорю, Толя Это вообще жесть Это прям страх И вот это в таком виде Дубасец Все Закрываем Едем Катаемся Проверяем Смотрим И на этом все Я думаю Важно, капот с этой стороны не закрывается Он, да? Довольно Если что-нибудь загорится под капотом Это будет очень больно И долго скрывать Да Гнетушителей все равно нет Так что какая разница Пусть горит Ой, у нас проблема Это газ в пол Олег У нас проблема Какая? Она не газует вообще Ну, то есть газуешь, а она Ни в какую То есть у нее Похоже еще плюс ко всему Проблема с дросселем Не удивительно, когда столько говна летит во вкус У меня дроссель, кстати, есть Должен быть Я пойду, смотрим Толя Давайте по чесноку Это не Толина фигня Это просто человек поменял мотор На таком цивике И остались запчасти ненужные Да Вот И Толя Присвоил их Не выкинул Да Толя не выкинул Когда мог выкинуть И сейчас они пригодятся Сразу просто подкидываем Этот дроссель Исправный И смотрим на то, что Будет ли она им управлять Ну, вот этот дроссель Заслонка работает А ошибки висят Датчик ЕКТ Высокое напряжение Но теперь, может быть, надо Садаптировать Уже вот в таком состоянии Датчик ЕКТ Высокое напряжение цепи Висит ошибка Постоянно Это говорит о том, что У нее, скорее всего Один из проводов На заслонку умер Просто и все То есть она Датчик второй Первый работает В ДПДЗ Ну, ты знаешь Два противофазных датчика Один из них она не видит Значит, надо провода проверять От заслонки до блока управления И там где-то перебит провод Так, первый, да, сначала? Да Красный с черной полосой Красный с черной полосой Держи Вот это он Ну, он как бы здесь есть И желтый давай Давай Вот и желтый есть Чего ему этого не хватает? Счастья в жизни Я бы это Сейчас бы сделал вот чего Я бы взял просто, допустим Мультиметр или осциллограф Сунул бы вот здесь вот На два сигнальных провода И вот там на два сигнальных провода Просто посмотрел бы они одинаковые или нет Если не одинаковые, значит, да Просадка, надо искать что-то и так Неплохой вариант Ну, вот так вот, чтобы они просто Каскадом Каскадом шли, да И мы четко видим, что вот у нас Синенький не достает Не достает Это значит, оттуда выходит из дросси И это очень странно Потому что в смысле Это исходник Он здесь не достает А пока туда доходит, нормальный становится Начинает доставать Как это так? Это значит, что где-то у тебя провода объединены Скорее всего Смотри, а давай мы сейчас рассоединим Вот этот провод и посмотрим И окажется, что у него не упадет уровень сигнала Вот смотри И если сейчас При отсоединении он останется на своем родном месте Это вряд ли А, ты думаешь, они там где-то замкнут? Да, с той стороны где отсоединены два вместе И он остался на месте, я тебе говорю Охренеть И вот у тебя получается Ты хочешь их прозвякать? Да Так Синенький А вот у меня оба А у тебя оба Да С твоего синенького У меня оба провода подключены Олег Ну вот Хорошо, хорошо Спасибо, спасибо Спасибо, Олег Ты своим астрографом опять наворотил дело Нам теперь надо еще что-то делать И надо понимать, что скорее всего это последствия Действий вот этого мастера, который менял здесь проводку Потому что вряд ли в хондовской проводке С завода у тебя где-то провода перемкнут Ну с чего бы Смотри, я предлагаю сделать тогда следующее Кинуть сейчас времянку Вот эту вот И оставить навсегда Из двух проводов Либо оставить навсегда Ну ты знаешь, вот я тебе так скажу Да Что если бы мне пришлось Ну по какой-то причине Я не знаю Гаубица Да, у виска Вот что-нибудь такое Мне пришлось бы Делать Делать такую машину Да, в меня прицелились бы Чем-то большим и страшным Вот Я бы, наверное, и то бы Восстановил бы Проверил, что Да, это оно Сказал бы Мудохайся сам Не хотел мудохаться Когда свапал Мудохайся теперь Ну я согласен Это самый конченый свап Который я когда-либо видел Здесь все сделано Через задницу И при этом То, что мы делаем Мы стараемся делать Просто я подхожу с чего Да, что В принципе Люди нам пишут Исходя из того, что Они не могут разобраться Что случилось Не потому, что У них нет каких-то ребят Которые не могут Перекинуть 500 миллионов проводов Олег Попру Начал уже искать причины Почему Раньше не было такого Раньше было лучше Теперь Олег Олег Нет Ты удивлялся, когда я стоял И все время вот так рассуждал А вот видишь Теперь ты сам понял, что это такое Когда ты Вместо того, чтобы оживлять мертвецов Ты делаешь работу Которую может сделать любой Человек с IQ Выше табуретки Но ты при этом ее делаешь Потому, что Кто-то не захотел ее делать Понимаешь, Ильдар Если бы Это была машина В которой Вот все замечательно И вот в одном жгутике Проблемка Я бы с тобой полностью согласен Да, я себе тоже так это оправдываю Свою лень И нежелание делать нормально Ну, блин И знаешь, что бы сделал? А давай возьмем два этих Воткнем сюда И вот так Сделаем Может быть Если соединение Рандомное Случайное Оно пропадет А если соединение Специальное Самодельное Самопальное То оно точно Никуда не денется Раз, два, три Можно, да Вон они Вот сюда На рандоме Пощелкай их Да, значит Все нормально У меня контакт есть Второй Второй никто Все пропал А теперь второй Все восстановилось Все заработало Все заработало Но это говорит о том Чего? Да нет, это говорит о том Что это рандомный контакт Который не специально Целенаправленно Кем-то сделан А случайный И сейчас Подраконив здесь Посерьезки все Я в какой-то момент его Разнял У этой Девятки Для того, чтобы Поставить под нее Хондовский мотор Пришлось изменить Немножко впускной коллектор Удлинить его А значит Перенести дроссельную заслонку В другое место А значит Что длины проводов Не хватало И что они сделали? Они их просто обрезали И удлинили Как вы думаете Где же проблема С датчиком дроссельной заслонки? Да наверное там Где их удлиняли И это как раз привет тому самому Паше Ведь это он Это сделал О чем он сказал в первый же день В общем Оказалось, когда мы размотали Что все провода удлинены Одним проводом Оранжевого цвета Все хрен пойми как соединены Какие-то из них Между собой перемкнуты Какой-то вообще в обрыве И естественно Все это не могло работать нормально Мы долго с Олегом пытались понять Какой провод Давай попробуем вот это Давай прозвоним вот это Туда-сюда 40 минут блин А потом просто решили Нахрен это делать Когда мы просто Отрезаем И один раз Проводим нормальные Новые провода По-нормальному Все сделаем И тогда проблемы точно не будет Но Сегодня уже поздно Поэтому делать мы будем это завтра Таким образом Возник Четвертый день оживления Быстрое оживление Которое планировалось На один день По-быстрому приедем Оживим Длится уже четвертый Сегодня четвертый день И сегодня мы планируем закончить Точнее Уже 100% закончить Сегодня мы снова планируем закончить Да И ты Олег Только что подошел и сказал Ой Не привезли Но ты ошибся На самом деле привезли Ммм Какой ой Да И вот теперь Олег Вопрос к тебе Скажи пожалуйста В чем особенность этого Замка зажигания Он с ключом Так Он от хонды Так Он с иммобилайзером Так В иммобилайзере Прописан этот ключ Круто Особенность то в чем? В том что Чем он отличается от всех Замков зажигания Которые ты до этого встречал? В том что Наверное Хрен его Воткнешь туда ВАЗ-2109 Нет Нет То есть все которые ты встречал Легко воткнуть ВАЗ-2109 Нет А я мало их встречал Ладно Блин Хороший вопрос Я не знаю Я тебе могу сказать Знаешь что? Что? Этот замок зажигания От хонды цивик 5D А у нас стоит От хонды цивик 4D Угу И? И Догадайся С одного раза Одно лишнее Д? Что? Не понял В чем? Ну это просто надо знать Здесь догадаться не получится Знаешь как я это понял? Ну Очень легко Потому что у этого замка Нет положения старт У него есть положение только 0 1 АЦЦ И зажигание включено Потому что у нас хонды цивик 5D Стартер включается отдельной кнопкой Кнопочкой Окей Нужно фигурную отвертку Я откручу тебе блокомобилайзер Ты можешь заниматься пайкой Мы сейчас затолкаем машину А я пока Сделаю проводку Чтобы мы сегодня максимально эффективно проводили время Ну что, блин? Нас интересуют провода желтые и красные с черной полосой Рубим их прямо на корню, что называется Плачь и смотри со стороны Я паять буду вот этим припоем Да, я вижу, что у тебя здесь есть твой Но я паять буду вот этим Вот начнутся потом комменты Олег укусил Ильдара Тот теперь паяет Он его не докусил, не допрокусил И поэтому припой говно Нормальный припой Почему говно-то? Ну что, ребят, поехали При помощи родных проводов Мы протаскиваем новые через ровно то же самое место Где и были родные провода О, прикольно Это предпусковой подогреватель Но ты его не туда воткнул Его надо в отверстие для щупа О, спина перестала разгибаться Ох, старею я, Олег Даже не знаю, как ты потом без меня жить-то дальше будешь Считаешь, я последним останусь? На этой планете Я-то думал первым отсюда это Свались Ты что, слабак? Мне просто планета не нравится Одна звезда Там не очень хорошо Наоборот ништяк День-ноть четкий А не так, что когда у тебя, блин Две звезды Или три У тебя вообще, блин График какой У тебя раз в три месяца темно Это не факт Обычно пять звезд должно быть Понимаешь Одна звезда Это очень плохо Я понял То есть в рейтинге Солнечных систем Наша Да Сам внизу Сам внизу Отрицательные отзывы Нормально, Олег? Зацени своим профессиональным взглядом Отвечу дипломатично Соединение держать будет, но я делаю не так Само собой Ты делаешь хуже намного Поэтому я и говорю Олег, посмотри Поучись у настоящего профессионала У Толи Да, я двум час не паял Я у Толи учился Толя настолько крутой чувак, что он сваркой паяет Главное боксидкой не паять В среде газообразной канифули Из баллона Олег Прекрати, пожалуйста Дай хотя бы шанс нам передохнуть От этого искрометного юмора Передохнуть или передохнуть? Олег добивает просто Это контрольный Ну что, Олег? Хочешь сказать от винта С полоборота Как с добрым утром? Не знаю Включение зажигания у нас монополизировала Слава Поэтому я думаю завтра ждем его и пробуем Согласен Все, на сегодня все Да Я предлагаю Сейчас я включаю зажигание Олег Гюз Нет, надо послушать Заслонка шевелится Ходит туда-сюда или нет Ага Да Слышно, да? Она открывается? Отжикает туда-сюда От винта От винта Все, сейчас ждем пока она прогреется Потом регулировочным винтом два с половиной выставляем ее в полосые и едем кататься Давай попробуем прописать ключ в иммобилайзер Ключ, который приехал с замком Еще один Еще один Который сегодня приехал с замком и с иммобилайзером Давай попробуем Теперь у нас иммобилайзер полностью исправен И мы ни разу в полностью исправный иммобилайзер лаунчем не пытались прописать ключи Вот Давай сначала посмотрим Информация о иммобилайзере Количество ключей прописанных в иммобилайзере Два будет Да Потому что у нас ей промка на два ключа Два ключа Все Добавить один ключ обычно вообще в мобилайзере нельзя добавить ключи обычно надо полностью все переписывать всегда, каждый раз а здесь выключить, переключать или зажигание выключил включить с помощью оригинального ключа включил выключить и вот теперь с помощью нового ключа, видишь, написано включил выключил и без изменения ключа включил выключил включил была завершена все, регистрация ключей была завершена офигеть и то есть сейчас у нас выключить, переключить и зажигание окей, теперь проверить все ключи гарантированно запускают двигатель включите все, теперь давай посмотрим, сколько ключей он теперь напишет нам два способа проверки первое, здесь должно быть сейчас три ключа смотри ключ информация количество ключей сейчас будет три было всегда два, сейчас будет три да три ключа зарегистрированы и все, и соответственно мы сейчас берем и не вот этим ключом а уже новым а этим то она заведет я ее заводил сто раз вот теперь новым давай вот и все круто теперь у этой Хонды появился этот ключ симпатичней согласен ну и так как мы на эту машину потратили целых четыре дня на оживление и машина начала работать более-менее нормально мы решили устроить покатушки да очень зря мы это решили такие моменты мне все время вспоминается Цой пожелай мне удачи в бою пожелай мне такое ощущение как будто ну привода сто процентов вазовские остались потому что при отпускании сцепления момент когда сцепление цепляется и идет передача момента у нас идет удар ну что девятка цивик едет ой все может что все может ну все покатались хватит нифига мы сейчас еще до сотни поедем за шесть не мы не поедем точно никуда давай я снаружи поснимаю сейчас поснимаешь красивый кадр будет вообще не едет это так убого давай ну 80 по спидометру надо по навигатору посмотреть кендеров 60 будет мне кажется слава говорил девятка карбюраторная также разгоняется да блин девятка даже с хондовским мотором разгоняется хуже я все понял ребят я все понял я как бы я не сомневался что это хлам но но была надежда что все-таки хондовский мотор спасет девятку нет девятку ничего не спасет даже если сюда от бентли мотор поставить она остается девяткой да я не знаю зачем это было сделано вообще зачем причем сделано так и так плохо я не понимаю зачем пока парись она конем я не знаю для чего вообще такие машины в принципе создаются и для чего эта машина существует хоть одна причина почему эта машина существует у меня ответа нет все на этом оживление подошло к концу мы как бы сделали свою работу но до сих пор никто из нас не понимает для чего эта машина в принципе нужна вот вот на этом все как-то так всем пока все нафиг надо звонить владельцу отдавать ей валить быстрее как можно Эльдар, а ты флешки принес на которой вы генлинии снимали? да давай надо флешки? ну ты блин быстрее бери вдруг кто-нибудь смотрит есть с чем мы не знакомы все все погибло все вот все 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 все